Уважаемые коллеги, разрешите сердечно приветствовать вас на третьем форуме Атома Экспо и на третьем же симпозиуме по актуальным проблемам международного справа, международного глядерного права. На третьем симпозиуме это означает, что мы уже вступаем в добрую традицию и ежегодно проводим это важное мероприятие, рассчитывая, что эта традиция сохранится и на будущее. Когда планировался третий симпозиум, то, открою небольшой секрет, тема его звучала по-иному. Мы ориентировались на дискуссию по вопросам взаимодействия со странами-новичками, впервые вступающими на путь развития атомной энергетики. Однако трагедия на японской АЭС Фукусима поменяла наши планы, и мы решили, что мы также должны идти в ногу со временем, оперативно отвлекаться на текущие события. Ядерное право вообще должно, если не идти впереди событий, то хотя бы поспевать за тем, что происходит в мире. И, соответственно, тема нашего симпозиума поменялась. Мы решили назвать ее актуальной проблемой ядерной безопасности и международного сотрудничества в свете уроков Фукусима. Напомню, что как только эта трагедия произошла, президент России сделал серию заявлений, суть которых сводилась к тому, что трагедия, конечно, ужасная, вместе с тем технологические катастрофы, они не могут остановить прогресс, и атомная энергетика, безусловно, будет развиваться и далее. Но, безусловно, всем необходимо извлечь из нее уроки. А уроки заключаются в том, что, к сожалению, это тот случай, когда международное ядерное право несколько отстало от жизни. И президент сказал, что необходимо приложить усилия для того, чтобы ликвидировать те прорехи, которые в международном ядерном праве образовались, необходимо укрепить международную договорную базу. 26 апреля президент выдвинул серию инициатив. Далее состоялся саммит группы 8 в Давиле, где эти предложения нашли свое отражение в Давильской декларации, единогласно принятой лидерами всех 8 стран. Следующий этап – это конференция в Вене высокого уровня, которая состоится 20-24 июня. Конференция в МАГАТЭ, где будет уже конкретно рассматриваться вопрос о том, как надо развивать далее ядерную энергетику, какие требуются для этого корректировки, какие решения. И к июньской конференции Россия готовит также серию конкретных инициатив. Речь идет о следующем. Прежде всего, был проведен анализ существующей договорной базы международно-правовой в области ядерного права. Этот анализ показал, что есть несколько конвенций, которые нуждаются в улучшении. Прежде всего, речь идет о конвенции о ядерной безопасности. Речь идет о конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии. И предложение, которое сформулировал президент и которые будут детализированы на июньской конференции, касается именно укрепления этих двух ключевых международно-правовых инструментов. Кроме того, президент обратил внимание на то, что существуют нормы и стандарты безопасности, которые одобрены МАГАТЭ. Однако, эти важнейшие документы носят рекомендательный характер. Сейчас же, как показала Фукусима, очевидно, что надо сделать так, чтобы эти нормы стали обязательными. Это третий момент, который будет реализован России, выдан от России в ходе предстоящей Венской конференции. А наш сегодняшний семинар можно рассматривать как мозговую атаку, мозговой штурм перед предстоящими важными мероприятиями. Я рассчитываю, что у нас состоится активная, интенсивная дискуссия, где мы можем обменяться мнениями, поспорить, посмотреть, какие требуются решения, для того, чтобы действительно ядерная энергетика была безопасной с точки зрения и не только техники, но и международного ядерного права. На нашем семинаре присутствуют представители МАГАТЭ, представители иностранного сообщества, видные российские ученые, специалисты, журналисты. Я всех приветствую и приглашаю к мозговому штурму. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok